У Лукашенко не осталось хороших ходов. Новые санкции против режима появятся в понедельник. А также демократические силы разработали стратегию для преступного референдума. Зачем становиться членами комиссии? Получится ли у Путина захватить Беларусь? И чем закончится призыв ООН освободить Тихановского? Все подробности в новом выпуске. Что хорошего прямо сейчас. За обострение миграционного кризиса на границах Беларуси и ЕС сейчас наблюдает весь мир. Нелегитимная власть пытается делать все возможное для того, чтобы заставить Евросоюз пойти на переговоры и отменить санкции. Но эксперты уверены, план Лукашенко развязать гибридную войну, отвлечь внимание от происходящего в стране и при помощи шантажа добиться ослабления экономического давления не только не сработал, но и поставил режим в безвыходное положение. В шахматах это называется цукцванг, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. При этом у режима остается все меньше возможностей для цивилизованного диалога с Западом, ведь даже европейскому терпению приходит конец. Подробнее о тупике, в который загнал себя Лукашенко, расскажет советник Светланы Тихановской и глава отдела внутренней политики Александр Добровольский. Цукцванг для Лукашенко наступил гораздо раньше, осенью прошлого года. Стало ясно, что он потерял поддержку людей и он не может нормально управлять страной. После этого все, что бы он не делал, было связано с тем, что он не укреплял доверие людей, наоборот, все больше терял. Сейчас он пытается шантажировать Европейский Союз мигрантами, но никаких идей, что с этим дальше делать, у него нет, кроме как навредить кому-то, заставить себя уважать таким способом. Невозможно заставить к себе прислушиваться. Ну да, его, конечно, заметили, но единственное, что он может добиться, это новые санкции, мне кажется, больше ничего. Он, конечно, хочет, чтобы с него сняли санкции, тут никаких сомнений нет, но здравый смысл, мне кажется, я его покинул. Если ты пытаешься нагадить кому-то и потом хочешь, чтобы к тебе серьезно относились, то это очень глупая стратегия. Мне кажется, что очевидно, что Лукашенко, таким образом создавая кризис с мигрантами, добьется просто новых санкций. Если он рассчитывает на то, что с ним начнут вести переговоры, то единственные переговоры, которые с ним сейчас могут вести, это то, когда он уйдет и как. Я думаю, что он просто делает свое будущее все хуже, хуже и хуже. И когда-то люди потеряют терпение, и партнеры международные, и люди в Беларуси, потому что, ну, очевидно, что кризис только нарастает при Лукашенко. В первую очередь, мигранты не так уж пострадали, как граждане Беларуси, когда там десятки тысяч прошли через аресты, многие через пытки, многие погибли. Я думаю, что это все то, за что ему придется отвечать. Если он хотел бы как-то свое будущее сделать не столь печальным, то я думаю, что остается, может быть, пара последних возможностей вступить в диалог. О том, что штурм мигрантами европейских границ не сработает, говорят и свежие заявления крупнейших европейских политиков. Более того, ситуация развивается так стремительно, что новые болезненные санкции ударят по нелегитимной власти уже на следующей неделе. И, похоже, ими дело не ограничится. О том, чего еще ждать, расскажет советник Светланы Тихановской и глава отдела внешней политики Франа Квячорка. Нават Джо Байден подключены до выращения справы. Европейский парламент, Бундестаг, Бруссель, Европейский совет. Усе ставят пытания кризису на мяжи на парадах дня пунктом номер один. Это значит, решение будет принятое в любом разе. Яки я не маюць инструменты? Это могут быть, конечно, санкции. И есть уже подрыхтованный пакет санкций, яки рыхтовался до эскалации кризису. И хоть за все он будет принят у понеделок. Але я думаю, что в додатках до тих санкций, которые примут у понеделок, будут приматься некие еще додатковые меры. Это может быть выключение Беларуси из международных организаций. Это может быть узмацнение секторальных санкций. Может быть санкции супраць белтамож сервисы. Польша мы ведаем, разглядая на закрытие мяжи для грузопотока, что вельменно ударить по Лукашенко, а так само по всих поставках, по всим транзициям, яки проходят прайс Беларуси. Мы зараз маем дачинение с витком эскалации. Никто не будет заступать. Лукашенко наивный, коли думает, что зараз европейские звязы дрогнут и пачне про эту провокацию с ним разговаривать. Так кому все-таки нужен этот кризис? Лукашенко для давления на Запад или Путину? Ведь неспроста на границе Беларуси именно сейчас появились российские бомбардировщики. Продолжаем следить за развитием ситуации и обсуждать ее с экспертами в прямом эфире на Маланке. Ссылку на сегодняшний стрим народ спросит, вы найдете в описании. Ну а мы продолжим. В том, что за происходящим на границах кроется тень Кремля, многие эксперты не сомневаются. Все-таки старший брат Лукашенко весь последний год то и дело подставлял ему плечо поддержки. Не безвозмездно, конечно. Пока эта помощь соседнего диктатора вылилась в подписание интеграционных карт. Но что же будет дальше? Как заявил недавно главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов, план у Путина простой. Триумфально присоединить Беларусь к России аккурат к президентским выборам в стране-соседке, чтобы добиться восторженного крымского эффекта у своего электората и добавить себе баллов. Такой сценарий не сулит Беларуси, конечно, ничего хорошего. Но терять оптимизм пока рановато. Слишком много переменных в этой ползучей аннексии. А также главный участник происходящего, от которого непросто отмахнуться. О своем видении ситуации расскажет политолог Валерий Карбалевич. Между сценариями и реальным их осуществлением большая дистанция. И в 2019 году у Путина были планы присоединить Беларусь и таким образом решить проблему продления своего управления над Россией. Лукашенко об этом открыто говорил. Ему предлагали должность руководителя Госдумы. Он отказался. Возможно, что такие сценарии есть, но не всегда эти сценарии реализовываются. 2020 год показал, что вообще в раскладе в этом, в этом союзе либо конфликте между Россией и Беларусью, между Москвой и Минском, между Кремлем и дворцом независимости белорусским, появляется новый субъект – белорусский народ. И в прошлом году народ как бы попытался показать, проявить свой голос, показать свой голос, дать свой голос, проявить себя. И я думаю, что этот субъект никуда не исчез. И я думаю, что и Путин видит, что этот субъект существует. И появление этого субъекта создает дополнительный риск для вот этого путинского сценария, если он существует. вот. И не зря же в ЦИОМ проводят социологические опросы на территории Беларуси. Они показывают, что настроение общества по отношению к власти не очень хорошее. У Лукашенко 55% отрицательного рейтинга. Вот. Совсем не учитывать этот фактор, я думаю, Москва тоже не может. Вот. Ну и опять же, до 2024 года многое чем может случиться вообще. Я хочу напомнить, что и сам Путин и Лукашенко уже не молодые люди. Вот. Поэтому я бы так вообще далеко не на дороге заглядывал до 2024 года. Я думаю, что и сам Путин еще, мне кажется, не принял какого-то принципиального решения, будет ли он баллотироваться. Если не будет, то какую должность займет. Те же самые вопросы, которые сейчас стоят перед Лукашенко, либо будет искать преемника. Вот. Поэтому я как-то очень осторожно, скептически смотрю на все эти прогнозы, которые касаются времени три года вперед. Отчаянные попытки спасти свое положение и удержаться у власти хотя бы де-факто Лукашенко не оставляет и внутри страны. Подготовка к преступному референдуму продолжается. А очередная, удобная для диктатора Конституции пишется втайне от белорусского народа. Вдохновляющего и хорошего в этом мало. Но важно то, что демократические силы уже согласовали единую стратегию против этой попытки легитимизации бывшего президента. И это будет не бойкот, а твердое «нет», которое скажут режиму белорусы уже в феврале будущего года. О том, что важно понимать о предстоящем голосовании, расскажет политик и руководитель рабочей группы общественной конституционной комиссии Анатолий Лебедько. А что будет, если будет в феврале? Я утверждаю, что это не есть конституционный референдум. И людям это очень важно понимать. Потому как, если мы говорим референдум, то это есть не что иное, как разговор с гражданами, попытка узнать их мнение и зафиксировать результат этого обсуждения. Ничего подобного не предполагается. Инициаторы так называемого референдума не собираются спрашивать мнение людей. Будут заготовки, будут заранее прописанные цифры, будет голосование, к сожалению, не бюллетенями, а протоколами. Это очень важно для понимания, что нас ожидает. Если бы это был референдум, то, конечно, все на избирательные участки. И голосуйте за перемены в Беларуси. Вот в этой ситуации ответ на вопрос действительно непростой. Я поддерживаю точку зрения, что самое лучшее решение в этой ситуации это когда у нас одно решение. И мне уже не столь важно, насколько оно совпадает с моими взглядами. Оно должно быть одним решением. Которое консолидирует всех людей, которые за перемены. Поэтому я, например, буду слушать, что будет говорить Светлана Тихановская. Вот она сейчас голос сторонников перемен. Если она скажет, что надо идти на избирательный участок и либо голосовать против предложения Лукашенко, либо портить бюллетень. Не важно, что это будет. Я буду это делать и призывать делать других. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, в этой ситуации не надо принуждать идти на участки тех людей, которые никогда туда не ходили. Вот все время правления Александра Лукашенко. Если они этого не делали 28 лет, они не сделают это и на 29-й год его правления. Надо сказать, что мы уважаем вашу позицию, но большинство людей не смогут просто остаться дома. Есть масса возможностей заставить, принудить людей прийти на избирательные участки. Вот для этих людей. А также, кто считает, что через участие в этой спецоперации можно как-то повлиять на ситуацию, вот у них должна быть четкая позиция. Приходим, делаем вот это. Все. Так что стоит настраиваться на активные действия и следить за новостями демократических сил для того, чтобы ответ сторонников перемен был скоординированным и массовым. Но кое-что можно делать уже сейчас. Как стало известно представителям инициативы «Честные люди», режим незаконно уже начал формировать избирательная комиссия, несмотря на то, что точная дата референдума еще не назначена. Мало кто, кроме ебать и конечно хочет стать участником процесса фальсификации, но если вас вербуют, не отказывайтесь. А почему, расскажет представительница инициативы «Честные люди» Зарина Сорокина. Уже начались наборы участковой комиссии, хотя по закону это невозможно, необходимо объявление референдума. И режим сталкивается с проблемами наборов людей, потому что люди отказываются, не хотят принимать участие в преступлениях, и мне нет необходимости пояснять, почему отказываются. И уже известно, что комиссии сокращают, сокращается количество людей в комиссии, но не всегда можно отказаться. И мы знаем, как режим имеет довести на людей, какие есть рычаги, и к нам уже приходят люди и говорят, что нам делать, как нам поступить. Люди находят нас, наверное, понимая прошлый опыт работы честных людей из УРА с ВИКами и наблюдателями, приходят и спрашивают, что же делать. Мы призываем людей соглашаться, соглашаться идти в участковые комиссии, потому что все равно найдут нужных людей, а нам необходимо знать, что происходит внутри комиссии. Мы призываем людей, которых агитировать идти в комиссии, приходить к нам, приходить к нам в наш личный аккаунт, который мы завели специально под работу с УРА с ВИКами, где мы уже инструктируем, как себя вести, гарантируем анонимность полную, точно все этапы обсуждаем, что мы можем рассказывать, что мы не можем рассказывать. Ну и, конечно, мы просим людей, чтобы они сами заботились о своей безопасности и не рассказывали о том, что они вступили с нами в контакт, не вели какую-то агрессивную политику, позицию с другими членами УВИК и в целом с теми, кто их вербует, скажем так, в УВИК. Ссылку на канал связи с честными людьми вы найдете в описании. Напоследок же поговорим об отмене приговора для Сергея Тихановского. Как на днях отметили европарламентарии, в Беларуси сейчас больше политзаключенных, чем членов Европарламента. Так что шаги по их освобождению должны быть более решительными. И первой их сделала Организация объединенных наций. ООН потребовала незамедлительно освободить Сергея Тихановского и выплатить ему компенсацию за незаконный арест. К такому выводу пришла рабочая группа международной организации. Конечно, веры в то, что режим подчиниться и прямо сейчас выпустить Тихановского мало. Но чем чревато для него неповиновение ООН? Мнение ответственного за вопросы юстиции Народного антикризисного управления и юриста Михаила Кирилюка. То, что мы видели, это сообщение о том, что признали незаконным арест. Сам факт ареста Тихановского. Разумеется, для организации членов нормальным поведением будет выполнение таких решений. Ну, вряд ли стоит сейчас в сегодняшней ситуации с Беларусью ожидать, что будет выполнять это решение. То есть мы увидим еще одну порцию риторики о том, что Запад преследует белорусские власти. Я тут вижу последствия политические, как еще один факт признания того, что в Беларуси закон не соблюдается, что это уже признано на уровне ООН. Еще один документ в копилку юридического и дипломатического непризнания режима Лукашенко как законного правительства, как правительство, которое обязано обеспечить верховенство права в стране. Напомню, что поддержать всех политзаключенных посылкой, открыткой или письмом, или помочь их семьям можно по ссылкам в описании к каждому ролику на Маланке. Только вместе верим, можем и обязательно пероможем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!